Добрый день! 14 июля, пятница, заключительный торговый день на этой неделе. Давайте коротко посмотрим, что готовит рынок Форекс на сегодня. Дам свои личные рекомендации. Посмотрим вчерашние возможные сигналы отработки. И закроем эту неделю на позитивной ноте. Перед началом всего прогноза, как каждую пятницу я говорю, напоминаю сегодня, желательно в сделки не вставать. Мы стараемся работать в средний срок, это день, два, три, максимум 4-5 дней. Поэтому в пятницу, опять же, я рекомендую всем сделки закрывать. По крайней мере, я так делаю в 99% случаев. Поэтому если сегодня открываем сделки, то риски уменьшаем. И сильно не жадничаем, прибыли можно брать достаточно короткие. Поехали, евро-голлар. Среднесрочная логовая тенденция у нас остается. Несмотря на то, что мы вот критически вот тут закрылись, по моему брокеру мы закрыли зону. Честно скажу, не проверял по фьючам. Может быть, это закрытие было и ниже. Очень опасно. Но после такого сильного движения необходимо четкое закрытие. То есть мы жестко так идем вверх. Для того, чтобы нам говорить о сломе среднесрочного логового тренда, нам необходимо именно четкого закрытия дождаться. Поэтому пока говорим только о том, что работаем в лог. По технике то же самое. Пока не перебьем вот этот минимум, говорить о среднесрочном или долгосрочном развороте не имеет никакого смысла. Далее. Ищем по термому всей вот этой предполагаемой коррекции для того, чтобы работать вверх. Находимся в области самых выгодных цен на покупку. И единственная точка для покупки, она очень плохая. Потому что единственный контрольный максимум это вот эта точка. Раз, два, три, перебой, откат. Только вот в этом месте где-то приблизительно может быть вход в позицию. Но только после перебития КМ. Может такое движение произойти сегодня в пятницу? Я сомневаюсь, что мы сходим 80 пунктов вверх. Потом дадим пунктов 50-60 вниз. И только после этого пойдем опять вверх. Это очень все, скажем так, неверие в этом. Ну, разве что там какие-нибудь новости где-нибудь просвистят. Поэтому по еврику кто будет входить? Ну, входите очень осторожно. Безопасный стоп только вот за этот минимум. Усиливает это то, что вот эти уровни, они все-таки продолжают удерживать нашу позицию. И возможно, что именно вот здесь сидит какой-то достаточно крупный лимитный покупатель, который пытается защитить свои позиции от убытков. И старается набрать позу. По сантименту и по профилю, что можно сказать? Сантимент у нас идет, явно выражен в пользу продавцов. Поэтому продавать мы не имеем никакого права. Только ищем сигналы на покупку. Профиль рынка. Максимально наторгованный объем. Приблизительно по текущим котировкам сейчас находится. Для того, чтобы идти вверх, необходимо четко пробить. Закрепиться выше вот этих объемов. Может быть на ретест и попытаться уже работать вверх. Вот такой сигнал на 3 с минусом на сегодня. Единственное, что вижу по еврику, как можно поработать. Далее, переходим к фунту. Фунт. Ну, некоторые инструменты любят, так дадут одну точку входа и все. Не успел, пиши, пропала. Вот она у нас была единственная точка входа. Вспоминаем прогнозы, которые давались какое-то число было 2 дня назад. В общем, вот была единственная точка входа. Сейчас она уже наливает, ну, где-то, наверное, 1 к 1, 1 к 2. Да, мы находимся в режиме реального времени. На что стоит обратить внимание. Опять же, пятница. До первого тейка мы как бы не дошли. Первый тейк у нас был вот здесь. По плану. Второй тейк на зоне 1.3945. Что делать сегодня, если мы не дойдем до тейка? Ну, я бы советовал половинку закрыть. Половинку. И оставшуюся часть перевести в безубыток. Достаточно большое расстояние. В пунктах 90.100. Новых сделок открывать не рекомендую. Но и вот эту часть, которую мы будем оставлять, ее уже тейки разбить. Первую часть на обновление в хайо. Вторую часть на зоне. Это мое личное мнение. То есть, я вижу именно вот так. Как бы я поступил, если бы я сидел в позиции. Давайте глянем на сантимент и на профиль. Так. Значит, по сантименту опять ничего явного нет. Какие-то у Дукаса все сидят в покупках. Запрещают покупать. У Саксу, Найфбукс, Фикс Фактори. В продажах у Анда и Джи Джи. В принципе, все середнячками. Ничего не показывает. Максимально наторгованный объем. Давайте первое. Глянем сначала на максимально наторгованный объем всего вот этого падения. Вот видите. В принципе, явного ничего такого нет. За исключением вот тут у нас появились хорошие объемы. Поэтому вот эти линии мы обозначаем. Это максимально допустимый откат. Скажем, максимально допустимый откат от всего вот этого роста. Теперь давайте посмотрим максимальные объемы всего этого роста. Где они у нас сосредоточились. И видим, что это происходит прямо где-то с текущих. Что можно порекомендовать, глядя вот на это все. Если вот сюда поставить короткий стоп. Вот здесь где-то в этой области на откате. Можно попытаться войти опять же пятница в течение дня. 1 к 1, то есть дождаться отката процентов 50. 1 к 1 закрыть на обновлении хаев. Ну и опять же внутри дня можно посмотреть. Вот здесь часть закрывать. Ну если до сюда дойдем, то это будет вообще сказка. То есть это торговля чисто внутри дня. На откате попытаться поймать движение вверх. Небольшой стоп. Очень короткий. Не уходим ниже. Ну по среднесроку допускаю вплоть вот до этих котировок. 1.28.86 Можно не упасть. Может быть здесь даже будем рисовать какой-то паттерн. Но уже в понедельник будем стараться расторговать вот это место. Будем глядеть. Дальше давайте перейдем. Посмотрим, что нам показывает австралиец. Валит, валит, валит. Да. Вот все вот здесь. Как я долго ждал. Зайти бы, зайти бы где-нибудь в покупку. Но скажем так, по основным сигналам паттерна у нас не было. И среднесрочно я не вошел. Ну вот эти зоны, я их уже распятый перестраиваю. Мы все хаи обновляем. Отката толком не даем. Сейчас уже достигнут, наверное, первые среднесрочные цели. 0.77.66. Я считаю, что на этой неделе лучше уже в Австрала не влазить. Не дал точку входа. Обидно. Прошел хорошо. Но тем не менее без меня. Что можно было здесь внутри дня опять? Ну, это все можно было. То есть, как бы после того, как у нас вот это закрытие только произошло. Ну, те, кто на пробой работает, там искать, куда поставить короткий стоп и пытаться работать. Ну, я так не делаю. Сантимент, в принципе, я думаю, даже нет смысла глядеть. Потому что все в продажах в основной своей массе. Продавать нельзя только покупать. Обратим внимание, давайте вот на... Для всего вот этого роста глянем. В общем, вот на эту область. Сейчас я ее выделю. Обращаем внимание. Откат сюда допускается. И, возможно, даже где-то здесь будет какой-то паттерн. И отсюда можно попытаться расторговать вверх. Единственный вариант, который я вижу на сегодня, естественно, стоп безопасный будет вот за всю эту проторговку. Опасный стоп за тот паттерн, который здесь может образоваться. Риски советую уменьшить. Потому что, ну, пятница опять же. Другого ничего хорошего я не вижу. По этому инструменту. Далее. Переходим. Новозеландец. В группе, я так посмотрел, вчера обсуждали новозеландцев. Опять же, все то же самое. Когда мы вот здесь находились, говорил, не верю в дальнейшее падение. Несмотря на то, что у нас по зонам мы должны были торговать. Вниз. Дождались мы закрепления выше 1 и 2. Уткнулись в недельку. И пытаемся работать только вверх. Что здесь можно увидеть? Явного КЛ вот у этого падения нет. Поэтому мы должны предполагать только КМ всего вот такого падения возможного. И только вот эта точка будет КМ. Либо где-то здесь на 1 и 2 мы еще раз нарисуем откат. И здесь будет КМ. Ну, в общем, искать только покупки. Но только после перебития контрольного максимума. То есть здесь нужен только паттерн. Работаем вверх. Цели у нас. Какие будут цели? Давайте уточним. Ну, вот они нанесены. В принципе, среднесрочно 0,74, 0,21. Работаем именно сюда. Профиль смотрим. Сантимент смотрим. Все сидят продажи по новозелу. Продавать ни в коем случае нельзя. Только ищем сигналы на покупку. По профилю находимся в области довольно-таки неплохой на торговочке. Выход из этой на торговке. Откат. Стоп сюда. Это внутри дня. Можно попытаться работать. Где-то вот отсюда же с текущих войти. Но только после отката. Цель обдавления хая. Стоп вот сюда. Это внутри дня. Кто любит поскальпировать. Пожалуйста, вот сидите. Здесь, в принципе, можно порядка 40 пунктов взять. Со стопом пунктов 15-20. Ну, один к двум поработать. Для внутридельной торговли это неплохо. Далее смотрим. Канадец. Ничего не поменялось. После такого резкого падения сейчас происходит новый какой-то набор позиций. Либо выход из позиций старых игроков. Мои рекомендации были искать только продажи. Я так посмотрел, что мы даже КМ пробили. Но мы этот КМ как-то не теми свечками пробили. Прям закрытие дня вчерашнего. Давайте пропустим канадца. Пускай вот отдохнет рынок после такого сильного падения. Возможно, на следующей недельке что-то нарисуется. Но самым нетерпеливым. Вот вам уровень точки входа. Входить 1.27. Ну, давайте возьмем 50. Со стопом 1.27.70. Цель обновления лоев и зона 1.26.27. Это единственный вариант, который я вижу четко по зонам и по тем экстремам, которые мы видим на графике сейчас по канадцу. Профиль. Что нам показывает? Ну, понятно. Объемы здесь, объемы здесь. Находимся прямо в них. Неприятно. Покупать ни в коем случае нельзя. У всех брокеров практически толпа сидит в покупках. Следовательно, маркету невыгодно отпускать цену наверх. Потому что иначе тогда эти покупатели начнут зарабатывать, а маркет начнет терпеть убытки. Что, в принципе, допускается. Но очень только редко. Порядка 10-15% такое может быть. Итоговое подведение итогов только вниз. О покупках не думают. Иена. Ох, если бы не пятница, как поется в песне. Да? Что тут опасного? В общем, по идее, четкая точка входа в лонг. Давайте посмотрим на нее. Смотрите, все вот это падение выглядит у нас вот так. Вот мы перебили контрольный максимум. Сейчас у нас четкий откат 50%. И идеальное место для входа, куда поставить стоп. Стоп сюда 30 пунктов. Первая цель 137 пунктов. Идеально. В ходе, как бы можно сказать, и работаем, зарабатываем. Но опять же, в пятницу, что здесь будет, непонятно. Что меня здесь напрягает? То есть, честно скажу, я бы входил, если бы я находился до... Если бы я мог следить за этой сделкой, я бы, скорее всего, вошел. Но я бы уменьшил капитальные риски, даже глядя вот на это. Посмотрите, что мы видим. Вот тут. Это называется тоже ложный пробой. Вот он у нас уровень. Ложно пробили. И как раз таки вот здесь мы должны входить как раз на продажу. И вот это мне не нравится, что мы как раз нарисовали два паттерна. Один на покупку, а второй на продажу. Конечно, сильнее тот, который на покупку. Во-первых, он на более старше таймфрейме, чуть более большего масштаба, скажем так. Во-вторых, этот сигнал идет по зонам. Но вот это, то, что нарисовано, оно может сработать. Мы можем обновить эти минимумы еще. Поэтому, если мы и будем входить в покупки, то советую риски немножечко подуменьшить. Несмотря на то, что вот все остальное вроде бы все идеально. Что нам показывает торговый сантимент здесь? Давайте глянем. Поение, поение вспоминаем. Все тут было непонятно. 50 на 50, но чуть-чуть больше продавцов. И вот здесь сейчас тикнуло прям в режиме реального времени, что набираются продавцы. А это неплохой сигнал на покупку, как раз таки. Если у нас идет набор продавцов. Очень хорошие стопики я вижу. Давно я не обращал на них внимания, но я просто смотрю на них. И когда только что-то вижу, тогда пытаюсь сказать. Вот большие стопы. И то, что мы их можем собрать, очень реально. Поэтому давайте подведем такое резюме. Итог. В общем, можно входить. Но так как это пятница, опять же. Так как у нас есть противоположный сигнал. Так как у нас очень сильный подъем до этого был. И коррекция все равно достаточно слабая. Уменьшайте ваш обычный лот раза в 4, не меньше. И пытайтесь работать только таким образом здесь. Первая цель обновления хайов. Дальняя цель зона. Давайте обозначу. Она уже давно у нас обозначена. 114.79, где-то 114.80. Это среднесрочная цель. Швейцарец. Удивительно, да? Как любят швейцарицы иногда войти в зону самых выгодных цен на покупку или продажу. И торчать. Вот сколько уже здесь 2 недели торчим? 3 даже получается. 2. Вот стоим четко между половинкой и четвертинкой. И не туда, и не сюда. Что делать в таком случае? Да ничего не делать. Ждем либо явного выхода сюда, закрепа за 1, 2 и будем работать потом вверх. Либо, я считаю, что необходимо дождаться выхода из этого прямоугольника вниз. И на откате попытаться работать дальше вниз. Вот к этим целям. И возможно даже к этим целям. Даже котировки их не говорю, потому что сегодня делать не советую ничего. Будем смотреть уже, что будет на следующей неделе. Глянем в сантимент. Но только ради того, чтобы удостовериться. Все тут должно быть на смарку. Все размазано. Объемы вот тут большие. Также для того, чтобы продавать, необходимо их пробивать. Покупать. Но не верю я в покупке пока. Надо выше вот этих хаев закрепиться. Выходим. И на откате только тогда. В общем, забываем про этот инструмент пока. Он, к тому же, один из самых тонких среди мажоров. В него вообще лезть уже позорное дело. В него залазим только тогда, когда нет ничего другого более явного. Все хоть и сидят в покупках. Покупать нельзя. Продавать мешают вот эти объемы. Мешает двухнедельная торговка. Все, забыли. Поехали дальше. Что у нас? Золото. Давайте искать точку входа на продажу. Что может быть здесь? Только 1, 2, 3. КМ у нас вот этот. Пробивать КМ. Давайте вот так нарисуем. Вот КМ. И по идее мы должны пробить на откате поход вниз. Вот мы должны нарисовать паттерн. Вот в этой области. Он полностью растянут на всю область самых выгодных цен на продажу. Что не является выгодным. Давайте посмотрим второй вариант работы. А это именно 1, 2, 3. И вот тут на откате неплохо бы было войти. Можно уже поставить короткий стоп вот сюда. Самый опасный стоп сюда. Соотношение в таком случае будет гораздо лучше. Но так как это достаточно опасная сделка. То есть входить где-то по котировкам 12, 21, 31. Первый тейк 1 к 3. Второй тейк 1 к 4. Опять же советую здесь риск немножко уменьшить. То есть сегодня мало советую входов. По золоту можно где-то вот с этих котировок. Но стопики выбирайте сами куда поставить. Все по основным инструментам. Единственное что у нас осталось. Я не посмотрел. По золоту сантимент. И быстренько пробежимся по кроссам. Ну да. По золоту вот этот момент очень конечно хороший. То что мы опять же пришли в эту область. Четко оттолкнулись и полетели вниз. Хорошее место по золоту. Честное слово. То есть вот это очень скажем так сильный безопасный стоп поставить сюда. Но пятница мешает. Соотношение неплохое. Можно попытаться поработать. Все. Быстро пробегаемся по кроссам. Где тут Ауди Новозеландец. Удивительно. Что такое зоны все-таки. Посмотрите как они работают. Бэм-бэм. Бэм-бэм. Ну здесь не повезло. Бэм-бэм. Бэм-бэм. Все что вот видим здесь. Какие четкие реакции на те зоны, которые мы заранее строим. Мы не смотрим что сейчас делается. Мы заранее строим и предполагаем вот эти места. Что можно сказать. Ну только покупки. Входить поздно. Потому что стоп только сюда надо ставить. Цели. Вот эта зона. Кокировки. 1.06661. Это наши цели. Евро Ауди. Пришли к цели. Да, вчера. Ну кто вот здесь смог войти на четвертинки. Молодец. Я бы никогда не рискнул войти. Я бы ждал как минимум дохода вот сюда. Сейчас цель взяли. Следующая цель. 1.45786. Работаем только в шорт. Фунт йена. Продолжаем работать только в лонг. Есть даже паттерн. Я входил по этому паттерну. Я вам говорил уже. Но объяснял причину, по которой я вышел. То есть вот паттерн. Работаем. Продолжаем туда дальше. Вверх. Цели у нас остаются. Те же самые. Это обновление хаев. И 149.072. Точная котировочка по пятизнаку. Скажем так. Евро иена. Нет паттерна. Но работаем пока только вверх. Закреп выше недельки у нас вот этой. Да, был. Работаем вверх. Паттерн пока не нарисован. Вот она у нас. Контрольная точка. К. Только после пробоя этого КМ. На октябре можно работать вверх. Если этого не будет. Да пусть хоть он туда валится. Нас это уже не интересует. Мы ждем только паттерна. Далее осмотрим. Аудиена. Цели достиг. Опять же. Вот здесь. Кто мог войти. Молодец. Паттерн. Опять же. Был. Мы этот паттерн рисовали. В режиме реального времени. То есть. Ну вот. Вот пожалуйста. Трудно видно. Но он есть. Все. Вход. Take. Stop. Вот у меня. Вход. Take. Stop. Четко на этом паттерне можно было подзаработать. Получается. 3% депозитов. Точка входа. И вот здесь 3% мы бы забирали. Понятно, что промежуточную цель мы бы взяли. Это я по дальней цели говорю. 3%. Далее. Евро фунт. Закрыт произошел ниже 1 и 2 смены тенденции. Смотрим на старший таймфрейм. Несмотря на весь вот этот лонг. Мы теперь стараемся работать низко. Конечно может произойти как вот здесь. Но тем не менее. Цель теперь у нас. Это недельная контрольная зона котировки 0.87.316. На откате. Вот эту зону убираем. Вот у нас четвертинка. Выгодное место кстати четвертинка находится в хорошем месте. Посмотрите вот на этот. Давайте вот таким образом. Вот этот прямоугольничек. То есть вот здесь 100% объемов много. Вот тоже подтверждение. Поэтому я бы как работал. По четвертинке. Входил бы. Вот таким образом. И работал бы вниз. Если бы не пятница. Вечер. Пока еще не вечер. Но можно вот так постараться. Далее смотрим. Далее смотрим. Евронок. Цель достиг. И валится ниже. Кому интересно. Работаем только вниз. Пока на откате. И нефть. Ну пока цели не обновили. У нас стояли обновления вот этого ха. И зона 47.37. Кто в сделке сидим. Кто не в сделке. Ну вот такой кривой. Косой. Но это паттерн. Посмотрите. Мы перебили крем. Вот точка входа. Работаем сюда. Стоп. Сюда. Опять же очень опасно. Что там в пятницу начнут. Видите. Всю неделю росли. В пятницу спокойно. Можем просто обвалиться. Не для того. Чтобы сломать тенденцию. А для того. Чтобы со следующей недели. Заново пойти сюда. Поэтому опять же. Очень опасно. Все. На сегодня все. Возвращаюсь я уже. В воскресенье утром. В принципе в понедельник. Буду уже дома с вами. Общаться. Ну и в понедельник. У нас уже будет. Сядем вечером в прямом эфире. На ютубе. Подведение итогов. Уже со всеми. Кто мне там очень много в личке писали. Ребята на неделю. Я всем говорю. Что давайте пообщаемся. Когда приедут. Активно начну со всеми разговаривать. В скайпе. Пожалуйста звоните. В любой момент. Если могу. Всем отвечу. На любые вопросы. Все. Всем профита. Много-много денег. Хороших входов. Замечательных выходов. Чтоб день прошел без топов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok